Итак, дорогие друзья, всем доброго утра. Доброе, добрейшее, веселейшее утро. Гуден морден. Гуден морден. Значит, пока вы подключаетесь, вот внизу есть ссылка на все мои уроки на сайте ВАИКРа. Многие спрашивают, где остальные уроки. Я уже несколько лет веду уроки Тор, и там есть циклы, например, на Свиток Эстер. Очень классно, это то, что читают на Пурим. Свитокрут. Книга Экклезиаст Коэлит. Это, я считаю, обязан вообще каждый человек, прежде чем он вообще начинает что-то делать, изучить эту книгу, чтобы понять, а зачем. Книга Мишли, притча царя Соломона, как работает мир, как работает бизнес, семья, дружба. Там про все там есть. То есть там нет аспекта, который бы царь Соломон не разобрал в книгах Экклезиаст и в книге Мишли. Значит, все эти уроки там есть. Сейчас мы изучаем цикл урока, у нас новый, в котором мы изучаем книгу Хафицхайма Шмират Алашон, как хранить свою речь, как хранить свою речь и не вредить себе с помощью речи. То есть, прежде всего, запрет говорить злоязычие, он важен для человека. Это не то, что Богу важно. Богу, у него все есть, он давать нам хочет, он дает нам возможности, а мы, если хотим эти возможности использовать, пройти свой жизненный путь, максимально эффективно реализоваться как человек, мы, значит, должны изучать, чего Бог от нас хочет, и то, что Он сказал, надо делать, делать, то, что Он сказал, делать не надо, запрещено делать, не делать. И вот мы сейчас изучаем, как не говорит злоязычие сплетни. Дальше мы изучаем повелевающие заповеди, которые остались актуальными в наши дни, заповеди Исторы. И дальше мы читаем рассказы про разных цадиков, праведников, люди, которые каждым своим действием, они были привязаны ко Всевышнему, и мы изучаем их пути, как они делали. Есть такой в Талмуде брахот написано, что шимуша шельтура, ютер дула милимуда шельтура. То есть, увидеть человека Торы, Талмид Кахама, настоящего мудреца Торы, да, значит, это важнее, чем учить Тору. То есть, когда ты видишь, как он действует, то тогда ты понимаешь, как действовать. Хорошо, значит, 14 пункт в книге Рава Зелега Плистина «Береди свою речь». Он уже для нас облегчил работу, он изложил Хофицхайм в таком понятном формате. Дамир, партнер уже много, уже несколько лет, Дамир. Молодец, Дамир прямо на каждом роте. Из Казахстана, Дамир из Казахстана. Значит, хорошо, 14 пункт. Собирать сведения о потенциальном компаньоне. Если вы ищете партнера по бизнесу, или вы жените своих детей, или сами женитесь, то вы не просто можете, а вы должны устроить подробный сбор информации. И вы можете даже побуждать человека рассказать что-то плохое о своем потенциальном партнере, или вы жените кого-то и так далее. Потому что если вы этого не сделаете, то что? То тогда вы можете попасть в намного больше неприятностей. И ваша цель в этом случае не опозорить кого-то, а ваша цель предостеречься от каких-то опасностей. Поэтому в этом случае вы можете расспрашивать. И даже если кто-то вам говорит что-то позорище, вы должны уточнять, не убегать, как в принципе в других случаях, когда вы слышите злоязычие, и когда вы слышите сплетни, и когда вы слышите вообще негативизм разный, вообще лучше убегать. Потому что это как яд, который разрушает вашу модель мира, картину мира, ваше здоровье и вашу жизнь. Поэтому любой негатив про людей и вообще любой негатив лучше не слушать. То есть вы как бы, это знаете как дышать отравленным воздухом. Вы же не хотите дышать отравленным воздухом. Хотя опять же, видите, человек не хочет дышать отравленным воздухом, а дышать, потому что в городах в основном воздух отравлен. И вот человек, значит, он первую часть жизни работает, а вторую часть жизни лечится, потому что то, что он зарабатывает, он тратит на вредную еду, вредные какие-то привычки, и разрушает свое здоровье. Очень странная такая история. Хорошо, значит, с этим законом очень понятно. Приводит он пример. Мистер Диллер разыскивает плотника, ему нужно починить свой буфет. Он имеет право выяснить у друга, насколько предлагаемый ему плотник профессионально надежен. Значит, есть ситуации, когда, вот я сейчас вспомнил, да, был такой, великие праведники, они даже здесь, они не расспрашивают. Они думают так, ну, будет как будет, Всевышний обо мне заботится. И так многие из них женились. Есть известная история, как Хазаныш, был такой великий мудрец, он не расспрашивал про свою жену. Ему кого-то предложили, он сказал, да, и заповедь жениться, женился. И, значит, потом у него не было детей. Ну, как-то он не очень, он хотел развестись жену, она не хотела развестись. В общем, там целое было, целую, он как бы из-за того, что он не расспрашивал, чтобы не слушать Лошонара, он, значит, попал в ситуацию, в которой потом ему было не очень хорошо. Но чем праведник отличается от неправедника? Когда праведнику ему чуть-чуть что-то не нравится, он что делает? Он говорит, Всевышний, спасибо тебе за то, что ты мне послал вот эту ситуацию, да? Ты меня любишь, ты хочешь мне только добра. И сейчас у меня вот эта вот ситуация, она мне для какого-то исправления, для какого-то улучшения, для какого-то роста. И он даже в этом видит во всем, он видит во всем только хорошее, да? Есть известная история, когда был один очень богатый человек, и он пришел к раввину, и говорит, Рэбби, вот есть в шелхонарухе, есть одна такая заповедь, которая мне непонятна. Написано, написано, что должен человек благословлять на плохое, как на хорошее. Он говорит, как можно благословлять на плохое, как на хорошее? Это плохое, это хорошее. То есть, как я могу радоваться, если со мной происходят какие-то события, которые, они для меня плохо? Как я могу этому радоваться? Тот ему говорит, Равин, ты знаешь, я тебе не могу объяснить эту заповедь, действительно, она очень для понимания сложная. Но есть один великий праведник, Рэбзуси его зовут, он живет в Аниполе, в городе Аниполе, ну, местечко. Вот едь к нему, если тебе действительно важно узнать, едь к нему, он тебе объяснит. Значит, приезжает этот богатый очень человек в этот Аниполе, какая-то вообще маленькое местечко, это лет было там 200-300 назад, маленькое местечко, где-то там вообще грязь, он уже не может ехать, телега не едет. Он в этом местечке спрашивает, а где живет Рэбзуси этот? Ему говорят, о, он живет еще там на краю где-то, он добирается до этого края, этого Аниполя. Такая землянка, в этой землянке вообще просто, ну, земляной пол, страхи вообще полные, бедность такая. И, значит, дети какие-то, там, тот больной, тот без нади, ну, то есть вообще мрак. И сидит этот Рэбзуси такой, и веселый такой, сияет, радуется вообще. Тот ему говорит, слушайте, я, говорит, может не туда попал, но, говорит, мне сказали, чтобы я к вам приехал, чтобы вы мне разъяснили смысл заповеди, что должен ты благословлять на плохое, как на хорошее. Так, говорит, может вы мне объясните? Рэбзуси говорит, я не знаю, говорит, вообще, тоже не могу понять. Говорит, а что мне говорит еще стране, говорит, всего? Почему Равин ко мне послал? У меня, говорит, в жизни ничего плохого не было. У меня, говорит, вообще никогда ничего плохого не было. У меня все хорошо. И, не знаю, понял ли этот богатый человек, что все относительно. Все относительно. И, когда ты смотришь на ситуацию, как на, то есть человек видит не то, что с ним происходит, он, он внутри создает свое отношение, свое понимание, свое представление, свое ожидание. То есть человек создает тот мир, в котором он оказывается, своими мыслями о мире, своими мыслями, правилами и так далее. И тот, кто искренне, он верит, что, даже не то, чтобы верит, может этот Рэбзуси, он вообще здесь не находился. То есть мы видим вот человека, каждый человек смотрит на мир своими глазами. И он думает, что все остальные видят мир так же. Вообще нет. Я, кстати, забыл сказать в начале урока, у меня вот сейчас решается два очень важных для меня вопроса. Вот два реально таких жизненно важных вопроса. Ну, нельзя сказать, что жизненно важных. Два очень важных вопроса для меня решается сейчас. Вот сегодня, в 10 утра. Вот сейчас мой урок идет и как раз решается. Я думал сделать этот урок, чтобы Бог мне помог решить эти вопросы, как я хочу. А сейчас я думаю, не-не-не, не так вообще. Вот у меня есть два вопроса, я думаю, что надо так именно их решить. И вот именно это для меня будет хорошо. А потом я подумал, нет, для меня будет хорошо, ведь любая цель, она человеку нужна для того, чтобы... И есть следующая цель. И я хочу сейчас, я когда об этом подумал, я себе представил не то, что я хочу, как сегодня было, а я хочу это, чтобы было, для того, чтобы было, и представляю себе в будущем, ну, для чего мне эти два вопроса нужны. Они разные, в разных сферах. И тогда я очень хочу, чтобы... Я теперь прошу Бога по-другому. Я хочу, чтобы у меня было вот то, что я хочу там. Или это будет вот таким путем, как я думаю, что оно должно решиться. Или каким-то другим путем. Богу виднее. Я хочу, чтобы глобально меня один вопрос привел к тому-то, ну, к чему-то, да. Сейчас я скажу для себя, я не буду говорить вслух. Значит, я хочу, чтобы... Да, все, вот это первый вопрос. И второй вопрос. Я хочу, чтобы было вот так, там и там, вот там. И если Всевышнему угодно, чтобы сегодня этот вопрос решился, вот, и первый, и второй, мне кажется, что они приведут туда. Если нет, я тоже доволен, я не буду расстраиваться. У Бога множество, множество возможностей. Кстати, про Рэп Зуси, я сейчас вспомнил, еще одно рассказывает такую историю. И этот урок Торы, пускай Бог мне поможет, чтобы глобально было все хорошо. Спасибо всем, кто вот мне этого желает. Теперь смотрите, Рэп Зуси, есть известная история, он должен был, Рэп Зуси должен был, значит, к утру приготовить какую-то большую сумму денег. И у него не было ни копейки. Он должен был кому-то или отдать, или кому-то долг вернуть, или помочь. И, значит, все ученики, там у него было несколько учеников, они говорят, ну как же, как же, как же, откуда же деньги возьмутся. Тот говорит, возьмутся. У Всевышнего есть много возможностей. Они говорят, ну как, откуда, ну уже вечер, утром надо отдавать, ну как. Он говорит, ну вот, вы подумайте как, напишите свои варианты на листиках, как может быть. Ну, каждый начал думать, думать, каждый думает, ну может так, может так, может так. Каждый что-то написал, кто-то написал, что не будет, кто-то будет, кто-то там. А Рэп Зуси говорит, а я вам сейчас напишу, как будет. И написал на листике, значит, что-то тоже написал. На следующее утро, откуда ни возьмись, появляется какой-то человек. И говорит, вот вы знаете, я, значит, задумал, что если Бог мне поможет какое-то дело мое выполнить, я вот сумму определенную выделю на цдаку, на милосердие. И, значит, если у меня сбудется, то я эти деньги отдам Рэп Зуси. И у меня сбылось, и вот я привез эту сумму. Ну, значит, ученики, никто это не мог, конечно, предсказать, что именно так будет. Они на бумажках писали что-то другое. А спрашивают они, Рэп Зуси, а вы что написали? А он открывает свою бумажку, им показывает, говорит, Бог не нуждается в советах Рэп Зуси. Богу не нужны советы Рэп Зуси, как сделать что-то. Он говорит, Бог сам знает, что надо делать. Хорошо, значит, с этим мы разобрались. То есть, все равно выяснять нужно о потенциальном компаньоне, о потенциальном женихе или невесте. Но даже если вы все выясняете, вы можете выясняться, перевыясняться и разъясняться, и выяснить все. И потом жениться или начать бизнес, а потом окажется, что этот компаньон все равно не такой, как его считали. Или он изменился. Жена может, как у меня был один знакомый, он с девушкой одной начал встречаться, ну, и говорит, ты знаешь, ну, мне все нравится, все нравится, но вот визуально что-то там вопрос. Я говорю, слушай, говорю, какой у тебя визуально к ней вопрос? А через 10 лет ты что, с ней разведешься? Любая женщина через 10 лет становится на 10 лет старше. А через 20 лет ты что, ты женишься, ты же на всю жизнь. По-любому визуальный вопрос, он изменится с любой женщиной в ближайшие там несколько лет, беременность, роды, все. Ты что, разведешься с беременной женой из-за того, что она визуально стала толще? Он говорит, да, действительно, если мне все нравится, а визуально какая-то деталь не нравится, так я не буду лучше на это обращать внимание. Женился, довольно счастливый, все. Поэтому, с одной стороны, мы должны собирать сведения, несмотря на то, что услышим злоязычие. С другой стороны, если вы на уровне, что можно положиться на Всевышнего, что Он все сделает для вас хорошо, значит, можно просто положиться. А какой будет результат, зависит как раз от того, в каких вы отношениях с Богом. То есть, есть вот каждый отдельный аспект реальности, каждая маленькая цель, каждый день. Это следствие тысяч действий, которые вы делали вчера. И каждый из нас должен не, знаете как, как в спорте. Мы смотрим финал Олимпийских игр, стоит 8 человек. Но это не 8 человек стоит в финале, это каждый тренировался до этого 10 лет. У каждого есть целая команда, которые его готовили. То есть, мы видим уже вершину айсберга. А важно то, что было вот внизу, вот эта вот вся подготовка. Хорошо, теперь есть одна заповедь, которая помогает вообще очень сильно. Называется это «Защита дома» и так далее. Мы переходим к книге Хафетсхайма «Повелевающие заповеди». Книга заповедь, сокращенно книга заповеди. Значит, говорит нам Тора в книге Дворим, говорит так, и напишите их эти слова на косяках своего дома и на своих воротах. То есть, это заповедь Мезуза. Если вы видели, что во всех еврейских домах, где соблюдаются заповеди, есть на кассете такая коробочка. Или же это бывает в кассете есть выемка такая, туда ее засовывают, чтобы не отодрали. Значит, и там в пергаменте есть такая молитва. В пергаменте написано два отрывка. То, что мы говорим в молитве «Шма Исраэль» утром и вечером, и то, что есть в Тфилине вот здесь. Значит, это два отрывка, написанная и в Мезузе. Значит, что там написано? «Шма Исраэль, Ашем Илокейну, Ашем Ихат». Значит, «Слушай, Израиль, Бог Всесильный наш, Бог один». Это главный девиз еврейского народа на протяжении 3333 года. Он звучит в каждый день. Наверное, эта фраза была произнесена за эти годы больше всего раз, потому что все евреи, мужчины и женщины тоже, начинают ее произносить с раннего детства и до конца жизни произносят утром и вечером. Засыпая, просыпаясь, произносят вот эту фразу. «Шма Исраэль, Слушай, Израиль, Ашем Илокейну, Бог Всесильный наш, Бог один. Он один, един, нет никого кроме него». Теперь дальше, так как это написано и в Мезузе, я сегодня думаю рассказать вам весь текст. Расскажу вам весь текст. Значит, дальше написано так. «Благословенное имя славы Царства во веке веков». То есть, дальше идет такое напоминание, что мы говорим о проявлениях Бога. О знании о Боди. То есть, мы не можем говорить о Боди самом, потому что все, что мы уже говорим и думаем, это уже производная нашего интеллекта. То есть, когда мы описываем, например, я описываю вкус банана или там яблока, то надо понимать, что как бы я не был красноречив и как бы я не использовал любые обороты речи и метафоры, то все, что я скажу, как бы я не старался, значит, это не будет яблоком. Это будет попытка описать вкус яблока. И вот мы, когда говорим о Боди, мы сразу себе напоминаем, что благословенное имя славы Царства во веке веков. То есть, мы говорим о славе Царства его. Мы говорим о его деяниях, о том, что произошло. Но мы о самом Боди, мы не можем его постигнуть. Он творец мироздания. Дальше написано. То есть, у каждого человека есть какое-то количество мироздания, которым он в большей или меньшей степени управляет. То есть, у кого-то это может быть огромная компания. Там, например, у Джеффа Безоса это Амазон. У кого-то это может быть маленькая компания. У кого-то это может быть просто его стол, стул и какие-то два чемодана. Но у каждого из нас есть какое-то в этом мире, какое-то в этом мире есть в материальном мире что-то под нашим управлением. Так вот, именно этим всем и нужно возлюбить Всевышнего, посвящая это Всевышнему. Потому что сам-то ты голый пришел, голый уйдешь. И даже твое владение тем, что твое, оно только по воле Всевышнего. Это как подарок. Поэтому нужно возлюбить Бога всем сердцем. Это всем мышлением, всем своим телом, всем своим живым телом. И всем, что есть у тебя. Все, что есть, как есть в Перте, вот такая фраза. Тен ло мишело, дай ему из его. Шаатавэ шелха шело, что и ты, и все, что у тебя есть, оно принадлежит ему. Ну, в общем, сегодня я не успею, потому что сегодня я должен сейчас, вот как раз в 22 минуты, я сказал, что я урок закончу. И, значит, позвоню, мне нужно по этим вопросам своим звонить. А это важная тема. Мы завтра продолжим про Мизузу. И я хочу полностью разобрать, что внутри написано. И как, выходя из помещения и заходя в помещение, где есть Мизуза, то обычно до нее дотрадиваются. И в этот момент нужно вспомнить о том, что там написано. И еще раз понять, что все в руках Всевышнего. Все от Него, что Он любит нас. И, значит, ты об этом вспоминаешь. И ты наполняешься той психической, духовной энергией, которая дает тебе в жизни намного больше, чем все твои расчеты, перерасчеты, какие-то усилия и так далее. То есть, оп, присоединился ко Всевышнему, вспомнил, что все в его руках, сказал спасибо и пошел дальше. Маленький-маленький кусочек еще. Короткий рассказ про Раф Зильбера. Есть внутри, кстати, вот уротец, как и на сайте ВАИКРА. Многие не знают, что там есть все мои уроки и предыдущие, и вчерашние, и так далее. Значит, рассказ про Раф Зильбера за цель вот такой. Коротенький, пять строчек. Рассказывает Раф Иуда Гордон. Помню, уже после операции на сердце. Раф Зильбер, он умер, ему было 87 лет. И он ему до этого лет 7 с 80 лет, у него делали разные операции, он был очень слабый. И он говорит, уже после операции на сердце, мы, значит, шли пешочком, спускались в район Санедрия-Мурхевит. И он такой шел очень медленно, и вдруг он увидел ворону, Раф Зильбера. И он говорит, посмотри, какая красавица, как она головку повернула, какие глазки, какие перышки, какие лапки. Восхищался Равыцкак. Какое чудо, говорит, красавица. В каждой вещи, в каждый момент своей жизни он видел Бога. Значит, это очень важно, когда вы находите вот эти вот моменты, в которыми вы восхищаетесь, или то, что вы любите, то вы в этот момент наполняетесь вот этой вот силой, любите Всевышнего, благодарите Его. И она, она эта сила внутренняя, она потом приводит очень много позитивных, хороших событий в вашей жизни. Все, так что я вам желаю хорошего дня, удачи, успехов, радости. Восхищайтесь всем, что видите вокруг. Каждым листочком, каждым цветочком, каждым вообще деянием Всевышнего. И когда вы этим восхищаетесь, то это самое большое счастье в жизни. Все, удачи, успехов, всем пока.